Новый рубеж политической деградации Наконец-то взят новый рубеж, правда на этот раз политической деградации. Последний опубликован в январе 2017 года. Доклад Freedom House о состоянии гражданских свобод и политических прав в современном мире сообщают, что Кремлю наконец-то удалось добиться того, что никак не получалось сделать в предыдущие два десятилетия. Уровень политических прав в России опустился до седьмого, самого низкого значения в шкале соответствующих измерений. У этого, безусловно, выдающегося политического рекорда российской власти есть несколько важных характеристик, заслуживающих упоминания. Во-первых, оценка политического режима на уровне 7 является не совсем обычной даже для времен СССР. Например, из 12 лет, для которых Freedom House давал оценки уровня политических прав для второй половины периода власти Брежнева 1972-1982 годов, в девяти случаях их оценки были равны шести. То есть, путинский политический режим уже опередил по своей жестокости большую часть даже брежневского правления. Во-вторых, Кремль доказал, что термин «зимбабвская болезнь», регулярно использовавшийся в частности автором этих строк 10-15 лет тому назад для образного описания примера, которому, кажется, следовала политическая деградация в России, со временем оказался не совсем точным. В отличие от нашей страны, уровень политических прав в Зимбабве растет последние 8 лет и сейчас достигнет невероятного для нынешней России значения пятерки. Иными словами, для описания долговременного тренда политической деградации в более свободных, чем нынешняя Россия, странах, например, в Зимбабве-Венесуэле, теперь следует пользоваться более корректным термином «российская болезнь». В-третьих, достигнув по уровню политических прав значения семерки, нынешний российский режим, в свое время пренебрежительно отвергший участие в группе 8, вошел в члены замечательной кампании из 35 подобных их режимов с аналогичными параметрами, некоторые несовместно заслуживают поименного наименования. На территории бывшего СССР таких стран 9. Белоруссия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия и Крым. В Восточной Азии таких стран 5. Китай, Тибет, Вьетнам, Лаос, Северная Корея. На Ближнем Востоке и в Северной Африке 11. Сирия, Западный Берег и Ордана, Сектор Газа, Саудовская Аравия, Бехрейн, Йемен, Сомали, Судан, Южный Судан, Ливия, Западная Сахара. В Латинской Америке такая страна одна – Куба, в Африке – Южнее Сахары, Эритрея, Эфиопия, Чад, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Конго, Бурунди, Свазиленд. В-четвертых, эту группу составляют, как правило, относительно небогатые страны. Среди ее членов, за исключением нефтеэкспортов Бехрейна, Саудовской Аравии, Экваториальной Гвинеи, нет ни одной страны с ВВП на душу населения по ППС-валют с показателем, составляющим хотя бы половину от уровня душевых доходов в США и большинстве западных стран. Политическая диктатура создает непреодолимые препятствия для экономического роста и высокого уровня благосостояния граждан. В-пятых, эту группу составляют, как правило, не слишком развитые страны. Среди ее членов нет ни одной страны, находящейся в Европе, за пределами бывшего СССР, в Северной и Латинской Америке, за исключением Кубы, в Австралии, в Океании, в странах, сумевших выйти в состав так называемого Первого Мира, нет ни одной политической диктатуры. Наконец, особенность нового места нынешнего кремлевского режима является то, что падать ему в качестве точки зрения, строго говоря, дальше некуда. По крайней мере, в рамках шкалы, применяемой Freedom House'ом для оценки уровня политических прав в странах современного мира. Чтобы теперь режим не сделал, но ниже оценки 7 он опуститься уже не может. Это самая последняя качественная ступень на лестнице, приведшей его вниз на самое дно. Конечно, и специалисты, и любители могут все же попытаться разобраться в оттенках черного, какой режим является более отвратительным. Московский, Южно-Осетинский, Крымский, Туркменский, Сирийский, Северокорейский, Южно-Африканский, Гвинейский и т.д. Но с качественной точки зрения они авторитарно однородны. Какие практические выводы можно сделать из этого выдающегося достижения? Во-первых, совершенно очевидно, насколько как минимум нелепыми на фоне установленного нового политического рекорда выглядят неустанные попытки популярного политолога Шульман именовать нынешний российский режим гибридным. Во-вторых, совершенно очевидно, насколько в условиях такого политического режима бесчестными являются попытки оппозиционеров вроде Навального или Ходорковского, их сторонников убеждать уважающих себя граждан принимать участие в проводимых этим режимом представленных под названием так называемых выборов. В-третьих, совершенно очевидно, насколько в рамках такого политического режима бесконечно циничной является подготовка экспертами в кавычках вроде Кудрина предвыборной программы в Путину по проведению реформ судебной системы, правоохранительных органов, других подобных институционных реформ и бля-бля-бля. Наконец, есть еще один и, пожалуй, самый важный вывод. Состав замечательной кампании, заслуженным и полноправным участником которой теперь стал кремлевский режим, показывает, насколько в историческом, культурном, конфессиональном, образовательном и многих других отношениях даже сегодняшняя Россия, наряду с соседней Белоруссией, радикально отличается от подавляющего большинства членов этой группы. Кричащее противоречие между фундаментальными характеристиками сравнительно развитого российского общества и господствующего над ним архаичного политического режима неизбежно будет разрешено восстановлением необходимого соответствия. Однако разрешение этого противоречия может быть двояким. Либо архаический политический режим будет заменен на другой, соответствующий параметрам относительно развитого общества, либо же сами фундаментальные основы российского общества будут изменены в соответствии с требованиями архаического политического режима. И тогда наше общество неизбежно станет подобно другим несчастным, оказавшимся вместе с нами в мировом авторитарном заповеднике на политическом дне этой планеты. Андрей Иларионов Продолжение следует...